Здравствуйте, мои дорогие! Рада вас приветствовать на моем канале. Я Инга Топчий, ведущий преподаватель Академии Красоты Лотоса. И сегодня мы с вами будем разговаривать о синегнойной палочке. О синегнойке. Простонародие. Предвижу уже много споров в комментариях, но расскажу вам так, как есть. Я поставила эксперимент без протезирования. Я вылечила ногти от синегнойки. На это у меня ушло 5 месяцев. И теперь ноготочки идеальны и совсем не такие, с какими ко мне пришел клиент. Ну что, давайте смотреть. Итак, пришла к нам клиентка, переехавшая с Дальнего Востока. Понятно, что пришла на коррекцию и при снятии материала обнаружилось вот что. Что это, как вы думаете? Ну не подумайте, что это остатки черного гейлака. Это синегнойная палочка, вызванная бактерией псевдомонадой аэрогенезой. И один из разновидностей этой бактерии, так называемый пиавердинь, окрашивает питательную среду в желтый-зеленый пигмент. А питательной средой у нас что является? Ногтевая пластина. Поэтому ногтевая пластина у нас и получилась такого цвета. Смотрите, какая я заумная. Я просто залезла в медицинскую энциклопедию для того, чтобы точно разобраться и выяснить, что к чему. А зачем? А потому, что очень много споров идет на эту тему. И хотелось бы точно знать в оригинале. Поэтому теперь смело вам могу сказать, что это синегнойная палочка. И она условно-патогенная для человека. Не такая опасная, как все вокруг кричат. Синегнойная палочка имеет высокую резистентность к антибиотикам, но почему-то боится чеснока. Она обитает в воде и в почве. И поэтому, если на ногтевой пластине нет герметичного покрытия гейлаком, то в эти отслойки, ну, соответственно, образуются отслойки. И в эти отслойки попадает вода. А между ногтевым материалом тепло, темно. И температура для инкубации соответствует 37 градусов. Ну, только живи и развивайся. Вот она и развилась для таких размеров. А у меня складывается ощущение, что здесь база старая, не просохла. Видите, как отваливается. Прямо сырая. Значит, что получилось? У базы не было герметичного сцепления с ногтевой пластиной. Вот вам, пожалуйста, отслойки, куда попадала вода и кислород. А мы с вами знаем, что псевдомонада аэробная бактерия, которой для развития нужен кислород. Так почему же появилась синегнойка? Тут много причин, помимо того, что база стояла не герметично. Во-первых, девушка призналась, что база стояла у нее китайская. А природная ногтевая пластина очень тоненькая и очень чувствительная. И если ногтевая пластина тонкая, при этом она была перепилена. То есть пропиленный дорсальный слой, промежуточный. Но уже если дошли до вентрального слоя, то он, конечно, сыроватый. И какую бы ты базу не положил, то на сыроватом слое ничего особенного держаться не будет. Сейчас я сбрызнула спиртом для того, чтобы как следует рассмотреть нашу красоту. А под микроскопом наша бактерия выглядит вот так. Вот, посмотрите сейчас, с торца я покажу. Очень тонкая ногтевая пластина и сушеная. А карман-то какой! Посмотрите, какая отслойка! Какой глубокий у нихолизис! Что на одной ногтевой пластине, что на другой. Это какой-то трэш. Вот смотрите, я палочку засовываю. И даже не так глубоко, как можно было бы. Очень глубокий у нихолизис. Да, он вот туда примерно даже глубже уходит. Но глубоко лазить никогда нельзя. Это очень опасно. Там тонкие ткани. Живое ногтевое ложе открытое. Но это во-первых. А во-вторых, если полезете туда, у нихолизис станет еще глубже. Ну и вот на этом ноготке тоже самое видно. Трэш просто, что с ногтями. Бедные ноготочки. Они перенесли уже все, что возможно. Китайскую базу, и пересушку, и перепил, и отслойки, и анихолизис, и синегнойка. Кошмар какой-то. Но что должны сделать мы, когда сняли материал? Первое. Укоротить ногтевую пластину. Укоротить так, чтобы сама ногтевая пластина не выходила за подушку. То есть за дистальный валик. Если начнете пилить, то пилейте только одноразовыми пилками. Которые нужно будет после опила выбросить. Для того, чтобы не перенести следующему клиенту эту чудную синегнойную палочку. Псевдомонаду. И пожалуйста, ничего не вырезайте. Не нужно этого делать. Некоторые вырезают и отправляют клиента гулять. Прямо вот с открытым ногтевым ложе. Это ужас. Ложе мягкое. Оно не прикрыто ничем. Представляете, вот практически до лунки. Вырезают и вперед отправляют клиента. Есть еще лучше. Протезируют, вырезают. И затем опять накладывают защиту. Она есть. Зачем вы ее накладываете? Вот лежит ногтевая пластина. Она защищает ногтевое ложе. Пусть даже там отслойка. Но ноготь постепенно будет срастать. И сейчас я вам это покажу. То есть отслойка не будет вечной. А сейчас такие умные клиенты пошли. Которые могут подать на вас суд. За то, что вы залезли под ноготь. Или вырезали ногтевую пластину. Мы с вами ничего не имеем права трогать. Мы производим косметические услуги. А не хирургические. В нашем случае можно лишь укоротить и обработать кутикулу. А не протезировать. Ничего не вырезать. Оно все срастет само собой. Сейчас я вам это докажу. Мы делаем максимально короткую длину. Такую, чтобы наш ноготочек не цеплялся ни за что. И не травмировался лишний раз. Далее мы протравливаем кислотным праймером. И покрываем лаком. Для того, чтобы не пугать окружающих. Такой красотой синегнойной. И отслеживаем клиента соответственно. Один раз в месяц. Этого будет достаточно. Вот видите какая у клиента была длина. Конечно с такой он ходить не может. Нужно сделать покороче. Ну и взять такой лачок, чтобы он перекрыл всю эту зелень. И обязательно никакого искусственного покрытия. И давайте ставить эксперимент. Давайте посмотрим. Вот такие ногти нам принесли. Вот с такой длиной. Мы конечно же все укоротили. По подушечку. Сделали маникюр. И отправили клиента гулять. Через месяц клиент вернулся обратно. Мы сняли лак. И вот что мы увидели. Посмотрите какой прогресс. А я поближе сняла. Сдвинулась наша синегнойка. Мы клиента отправили опять гулять. И он пришел. И еще через месяц. Смотрите-ка. Конечно же мы не забываем подливать кислотный праймер. И все замечательно срастает. Вот еще через месяц результат. О, почти все сросло. И вуаля. Еще через месяц мы дождались. Наконец-то. Вот они хорошенькие какие. Мы, кстати, наносили немецкую базу от компании VidiSan. И если хотите ее купить, можете воспользоваться моим промокодом с 15% скидкой. Ну, это найдете в описании под видео. Ну, а мы молодцы. Без протезирования. Применяя только кислотный праймер и в конце базу. Вылечили, сделали идеальными ноготочки. Спасибо, что досмотрели меня до конца. Я очень старалась для вас. Сделала эксперимент. Теперь вы понимаете, что протезирование это не выход. Вырезать ногтевую пластину это совершенно не выход. Есть достаточно простые способы избавиться от синегной. На это ушло у меня 5 месяцев. И вы видите динамику прогресса. Поэтому все и реально. Нужно лишь стараться. И делать как положено. Подписывайтесь. Смотрите мои видео. Я стараюсь, чтобы они были познавательные. Пишите комментарии. Пишите пожелания. На какие темы вы бы хотели, чтобы я сняла вам видео. Ставьте мне лайки. Ну, а я каждый понедельник для вас выпускаю новое видео. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok